Итак, здравствуйте еще раз, дорогие участники. Меня зовут Анна, я представляю себе одной из организаторов мероприятий Университетской субботы в химическом уроке Дети. Я очень рада вас здесь приветствовать. Это наше первое мероприятие в весеннем семестре. Сегодня у вас будет вдвойне интересный день, потому что это будет не просто лекция, а лекция с экскурсией. То есть сначала вы сможете узнать, что-то новое для себя, о полимерах, о полимерных материалах, о высокомолекулярных соединениях, а затем побывать в тех самых лабораториях, в которых это институтируется, исследуется и так далее. Итак, представлю вам лектора. Это Алексей Юрьевич Бобровский. Он профессор Российской Академии наук, главный научный сотрудник в кафедре высокомолекулярных соединений и доктор химических наук. Приветствую и хорошие уроки. Спасибо большое. Если посмотреть вокруг себя, то большая часть того, что вы увидите, это полимеры. Посмотрите, вот дерево, одежда. Мы сами полимеры, состоим из полимеров. Вообще каждый из нас пользуется теми же полиэтиленовыми пакетами. Это самые простые полимеры, которые можно представить. Это молекулы CH2, CH2, CH2 и так сотни тысяч, а то и миллионы раз. А внутри нас есть белки, состоящие из аминокислот, есть ДНК, пожалуй, самый сложный полимер. И все это полимерные материалы. Именно вот эта полимерная специфика, вот эти сложные молекулы, состоящие из многократно повторяющихся, либо одинаковых, либо разных звеньев, как в ДНК, вот это строение обеспечивает их уникальные свойства. И сегодня я хотел бы рассказать о так называемых живых полимерах. Дело в том, что в последние годы исследователи разных стран пытаются сделать материалы, которые похожи чем-то на живые объекты. И, в общем-то, успехи в этом есть, и сегодня я об этом расскажу. Основная идея заключается в следующем. Ну вот представьте себе полимерную пленку. Ну вот каждый из нас, я уже повторюсь, держит каждый день вот эти полиэтиленовые пакеты. Их легко можно смять рукой. А можно ли сделать такой материал, который мнется, как-то перемещается по действиям светового воздействия? Оказывается, можно. И сделать это можно следующим образом. Для этого нужно сделать так, чтобы в этой пленке формировался жидкокристаллический порядок, о котором я буду рассказывать. А также эта пленка обладала таким свойством, которое называется фотохромизм. То есть свойство поглощать и преобразовывать световую энергию. И идея заключается в создании таких вот так называемых фотоактуаторов. Актуатор — это такое понятие, это любой материал или механизм, который превращает любую энергию в энергию механического движения. И речь пойдет в основном о фотоактуаторах, то есть о материалах, которые превращают энергию света в механическое действие, механическое движение. Расскажу немного о жидких кристаллах и поясню, почему важно, чтобы для того, чтобы полимерная пленка перемещалась, важно, чтобы там был жидкокристаллический порядок. В общем, из школьного курса, я думаю, все вы уже хорошо знаете, что если взять обычный кристалл, в котором все молекулы или атомы трехмерно упорядочены, и нагреть до определенной температуры, то этот кристалл расплавится в неупорядоченную жидкость. То есть тепловое движение расшатает так молекулы и атомы, что они потеряют порядок и превращаются в жидкость, которую можно налить в стакан. И это самый распространенный случай. Однако есть более сложная история, связанная с тем, что образуются промежуточные жидкокристаллические фазы. И в них молекулы центра масс также разупорядочены, как в обычной жидкости, но чаще всего палочкообразные молекулы ориентированы в определенном направлении. Так образуется так называемая нематическая фаза. Она характеризуется только вот таким ориентационным порядком. Если эти молекулы взять и расположить в такие слои, то образуется смектическая фаза. А если взять и вот эти направления ориентации закрутить спирально, то образуется холестерическая фаза. Вот эти вот три фазы, они наиболее простые и чаще всего распространены. Химики синтезируют именно такие соединения. И надо отметить, что каждый из нас пользуется каждый день нематической фазой. Дело в том, что экраны ноутбуков, экраны телефонов, они состоят из жидких кристаллов, и там работает нематическая фаза. То есть каждый из нас с этим сталкивается в повседневной жизни. Но это тема отдельной лекции про жидкие кристаллы в ЖК-мониторах. Сегодня же я буду рассказывать о жидкокристаллических полимерах. И жидкие кристаллы были открыты давно, в 1888 году. И вот только через 80 лет их стали использовать в различных устройствах электронных. И примерно тогда же, в конце 60-х и в начале 70-х, люди задумались, а можно ли взять и сочетать уникальные свойства жидких кристаллов, чувствительность к внешним полям, способность к переориентации молекул, с хорошими механическими свойствами полимеров. Это способность образовать волокна, пленки и изделия. И вот возник вопрос, как реализовать это сочетание. Ну еще раз напомню, что такое полимеры. Полимеры — это такие соединения, которые состоят из повторяющихся звеньев. И, как я уже сказал, один из самых простых полимеров — это звено ЦН2. Оно повторяется много-много раз. Самый сложный, пожалуй, ДНК. И здесь изображена фотография одиночных полимерных цепей. Современные методы позволяют их визуализовать. И вот именно такое цепочечное строение делает эти соединения уникальными с точки зрения механических свойств. Можно сделать из них пленки, волокна, покрытия, резинки и так далее. Чтобы сделать жидкокристаллические полимеры, нужно вот эти палачкообразные фрагменты присоединить к основной полимерной цепочке. Вот здесь, к сожалению, из-за освещения основная полимерная цепочка не видна. Вот здесь вот она лилован. И присоединяет эти мизогенные, так называемые, фрагменты, которые образуют жидкокристаллическую фазу, при помощи таких гибких спейсеров или развязок, как их называют. И в таком соединении, такое соединение, и все это повторяется. Это нарисован только небольшой фрагмент такой молекулы. Эта молекула состоит из сотен и тысяч таких палочек. И получается, что вот эти палочки имеют некоторую свободу, чтобы образовывать одну из этих жидкокристаллических фаз, о которых я говорил выше. Но с другой стороны, они все связаны в одну полимерную цепочку. То есть это материал, он может давать пленки, покрытие, волокна. Как же заставить все это перемещаться? Вот было бы здорово, если бы еще свет отключить вообще. Потому что вот у меня, к сожалению, на черном фоне все, и не все видно. Вот так лучше, да, так лучше. Вот смотрите, есть полимерная цепочка и нематическая фаза. Вот эти палочкообразные фрагменты сориентировались в одном направлении. И все не так просто. Вот я говорил, что палочки как бы ориентируются сами по себе, а основная цепочка сами по себе, но это не совсем так. Дело в том, что вот эти палочки, сориентировавшиеся в одном направлении, заставляют немножко сориентироваться и вот эту полимерную цепочку. Здесь она лиловым показана. То есть если взять и аппроксимировать все полимерные клубки, так называемые, то они аппроксимируются вот таким эллипсоидом вращения, если по-научному говорить строго. Это эллипсоид вращения, вытянутый в одном направлении. А что будет, если взять и нагреть эту нематическую фазу? Вот этот ориентационный порядок исчезнет. То есть за счет теплового движения ориентация пропадет, и вот эти палочки начнут быть ориентированы хаотично. И, соответственно, полимерная цепочка из эллипсоида будет описываться уже сферой. То есть мы таким образом меняем не только степень жидкокристаллического порядка, то есть нарушаем жидкокристаллический порядок за счет нагрева, но еще меняем конформацию цепи, если сказать по-научному. Ее конформация из такой вытянутой становится более-менее сферической, то есть если аппроксимировать все полимерные клубки. То же самое можно сделать по действиям света. Если сделать вот эти фрагменты фоточувствительными и заставить вот так сгибаться, вот здесь вот такие изогнутые, они превращаются в изогнутые крючочки по действиям света, то тоже жидкокристаллический порядок нарушается, тоже образуется неупорядоченная изотропная фаза, и тоже конформация макромолекул меняется. И к чему это может привести? Оказывается, это еще было обнаружено в 90-е годы немецкими учеными, было обнаружено, что если сделать из такого полимера вот такую резинку и начать нагревать, то за счет вот этого изменения конформации полимерного клубка вот эта резинка начнет сокращаться. Ну вот первые образцы вот таких жидкокристаллических эластомеров или термоактуаторов, то есть это материалы, которые меняют свою форму под действием тепла. Ну вот здесь вот это сокращение происходит при нагревании. Вот первые такие материалы, они действовали очень медленно, то есть там требовались минуты или даже часы, чтобы вот эта резинка сработала. Но затем, уже позже, через 10-15 лет, были получены самые разные пленки, которые под действием нагрева могли, например, свернуться в такую спиральку или скукожиться в гармошку. Вообще таких материалов очень много, и работы в этом направлении ведутся, и сейчас идет поиск применения таких систем. Но я хочу рассказать про более смешные, скажем так, примеры таких материалов, и подобрал специально для вас вот такие, ну можно сказать, курьезные материалы, которые по действиям света, например, могут как-то ползать. И вот пять лет назад появилась статья, в которой были изобретены такие ходунки на световом топливе. Это я фактически перевел дословно название статьи. И идея заключается в следующем. Делается такая вот полимерная колбаска, причем очень маленьких размеров, вот эта вот шкала 20 микрон, то есть это намного меньше миллиметра. Эта колбаска делается из ориентированного полимера, в который добавлены вот такие фотохромные, фоточувствительные группы, которые здесь на самом деле работают просто, они поглощают свет, и за счет этого происходит быстрый нагрев вот этой колбаски. И вот за счет того, что эта полимерная колбаска нагревается, и там происходит переход из жидкокристаллического в состояние в неупорядоченное, то происходит такое быстрое сокращение длины, уменьшение длины, и увеличение, соответственно, толщины этой штучки. И причем скорость вот этого изменения очень большая, то есть это изменение происходит за миллисекунды. И более того, эти исследователи приделали к такому параллелепипеду из этого полимера ножки. При помощи хитрой двухфотонной полимеризации нарастили вот такие асимметричные ножки, и при нагревании вот эта штучка, она сокращается. Вот здесь видно фотографии до облучения и после облучения. Ну, надо сказать, здесь и дальше лазерный луч не виден, потому что используется специальный фильтр, чтобы не засветить камеру. То есть это вот, на самом деле, здесь в темноте у нас, здесь на свету. И как выглядит это в реальном времени? Сейчас я запущу видео. Так, так. Вот видите? Включает-выключает свет, и эта штучка вот туда-сюда так вот сокращается и расширяется. Ну, естественно, ее взяли и положили на стеклянную подложку, на стекло. И тоже попытались как-то ее... Сейчас, секунду. Не могу найти курсов. Сейчас. Странно. Вот это получалось. Да, да. Ушла вправо. Я понял, да, да. Ага, было здорово. Вот сейчас включат свет. Вот, видите? Она начинает ползти. Вот она ползает, ползает, ползает. Но ползает, на самом деле, бестолково. Несмотря на то, что они сделали такие асимметричные вот эти ножки в одну сторону, чтобы они... Эта штучка все равно как-то ползает, ну, достаточно хаотично. Но, тем не менее, она ползет по действиям света. Вот. И более того, в одном случае, они описали в статье, вот эта штучка как-то залипла на стеклянной подложке, они светили, 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 и она не двигалась, не двигалась, двигалась, а потом раз взяла, подпрыгнула и улетела. Ну, естественно, ее не нашли, потому что она меньше миллиметра. Но улетела, по-видимому, далеко. Ну, это вот такой один из первых примеров таких смешных устройств. Вот. Затем, 4 года назад вышла статья в Nature Materials, такая в очень серьезном журнале. Там исследователи предложили, посмотрели, как движется червяк, и придумали сделать такой полимерного червяка такого и облучать червяка таким образом, чтобы в одних местах он становился толще, как бы вспучивался, а в других тоньше, оставался тонким. И вот если проводить по этой полимерной колбаске вот так лазером, то можно попытаться заставить его двигаться, как вот настоящий червяк. Но посмотрим, вот принцип работы изложен очень красиво в этом видео, и будет сразу понятно, почему исследователи рассчитывали, что он поплывет. Ну, вот так вот берут, проводят лазером. Вот. В тех местах облучения, как я уже сказал, переходит система в изотропное неупорядочное состояние, ну и, по идее, вот эта штучка должна плыть в определенную сторону, и так это все красиво выглядит. Но в реальности все оказалось не очень хорошо. Сейчас. Это, наверное, тоже надо таким макаром запустить. Снова я потерял, что ж такое. А, вот. Вот. Ну, в реальности сейчас увидите, то, что эта колбаска, она, конечно, плывет, но плывет прям, ну, очень медленно. То есть ее скорость всего 3 микрона в секунду. Ну, это, в общем, никуда не годится. Но это авторам не помешало написать большую интересную статью, потому что там за этим всем стоит интересная физика, то есть они исследовали все эти процессы. Ну, вот она, видно, вот-вот-вот, медленно-медленно вот так смещается, причем это в два раза ускоренное видео. Но это, конечно, никуда не годится. Ну, стали делать более хитрые устройства. Посмотрели, как ползается гусеница. Вот здесь вот видно. То есть гусеница цепляется одной частью тела, перемещает свое тельце, и таким образом шаг за шагом перемещается достаточно быстро. И сделали такую полимерную пленочку, и научились, причем, делать таким образом ориентацию вот этих палочкообразных фрагментов, что вверху она вот так вертикально, они смотрят, а внизу горизонтально, вдоль подложки. Если получить такой полимер, то он спонтанно вот таким образом изогнется. И если его облучать, а причем ориентация в разных частях пленки разная, вот здесь вот она, в средней части она вот таким образом, ориентация палочкообразных групп, а на краях иначе. Поэтому она после получения вот так изгибается самопроизвольно за счет механических напряжений. И если такую пленку облучать, вот здесь вот, вот эта вот шоколад 2 мм, вот эта вот съехала у меня. Вот, если облучать синим светом, то вот эта пленочка расправляется. И уже вот эта вот конструкция, похожая на гущеницу, она себе вполне себе хорошо ползет. Вот здесь видно, вот ее начинает облучать, вот она расплавляется, выключает, она скукоживается. Начинает облучать, расправляется. И вот она ползет, 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 ползет. Ну вот так вот. И сейчас она уползет с пальца. И тут уже скорость, ну, намного больше. Уже 0,25 мм в секунду. Но все равно как-то не слишком быстро вот так и с конкретным устройством делать. Но если взять и закрепить вот эту полимерную пленку в такую рамку, это опубликовано в 2017 году, была статья тоже в Nature, вот такую сделали рамочку и стали облучать сбоку, то вот эта уже каракатица уже очень быстро ползает. Видите, как? Вот она уже прям почти скачет в сторону. И, в общем-то, фантазия ученых работает вовсю. И, опять-таки, вдохновленный биологическим объектом есть такое страшное растение, венерина мухоловка. Оно пожирает насекомых. И если насекомое попадает вот на внутреннюю часть, то захлопывается вот эта створка, и потом это страшное растение начинает переваривать это несчастное насекомое. И можно ли сделать что-то вроде похожее на искусственную мухоловку при помощи полимера, из полимера? Оказывается, можно. И группа Ари Приемаги, финская группа, придумала такой способ. Они взяли такую полимерную пленочку и наклеили на световод. Световод — это такое устройство, такое оптоволокно, которое проводит свет. И вот здесь так называемая апертура вот этого световода, то есть пучок света расходится вот таким образом. Если туда попадает, например, ну какая-нибудь, ну что, вроде муха, например, или какой-нибудь объект, то получается этот объект начинает рассеивать свет, и свет начинает падать вот сверху на эту пленку, а в пленке вот эти вот палочкообразные фрагменты расположены таким образом, что при облучении эта пленка начинает скукоживаться и может захватить вот этот объект. Ну, в общем, такая красивая идея такого механизма. И посмотрим, как это работает в реальности, в реальном времени. Ну вот берут, подносят эту полимерную пленку к прозрачному объекту, ничего не происходит, к поглощающему ничего не произошло, а если к рассеивающему, то, видите, эта пленка захватила этот кубик, а если выключить свет, то она отпускает. Давайте еще раз посмотрим. Сейчас просто очень быстрое видео. Вот смотрите еще раз. Получается, подносят к кубику прозрачному, ничего не происходит, к поглощающему тоже, а к рассеющему раз, вот эта пленка согнулась и зацепила его. И можно его поднять. Вот такое получается устройство, которое захватывает объекты. Можно представить, допустим, вот они сделали что-то вроде, предположили, что вот это искусственная муха. Правда, медленно летящая, вот такая муха искусственная. Вот она летит, летит, попадает в пучок света, сейчас вот попадет, раз, ее поймали. Выключили свет, отпустили. Вот такое интересное устройство. Вообще, та же исследовательская группа сделала различные диафрагмы, самые разные устройства возможные. Например, диафрагма, или ирис диафрагмы, которая под действием света самопроизвольно меняет апертуру. То есть пучок света можно контролировать таким образом. То есть принцип действия тот же. По действиям света происходит такая деформация полимерной пленки. Вот. И буквально вчера вышла статья, в котором было реализовано вот такое так подводное плавание. То есть такая полимерная пленка, ее облучают сверху, она наоборот, получается, разгибается и плывет. Давайте еще раз покажу. Так. Сейчас оно должно пойти. Сейчас, секунду. Вот. Это тоже на таких вот полимерах, на подобных полимерах, но там ориентация несколько другая. Видите, оно плывет как такая странная медуза. Это все в реальном времени. Вот. Ну и сразу работает фантазия, а можно ли заставить такие полимерные пленки вообще летать? Ну, пока летающих объектов таких бабочек не было сделано, но уже давно, еще в 2009 году была опубликована статья, где вот видите, как быстро сгибается вот эта пленка. Фактически даже камера не улавливает отдельное ее положение. И скорость вот этого сгибания может достигать частота сгибания 270 герц, то есть 270 поворотов в секунду. и как это устройство работает. То есть берут лазером, облучают пленку вот этого фотоактуатора сбоку, и пленка сгибается, сгибается до тех пор, пока по инерции она не проходит вот эту точку, в которой происходит так, что лазер начинает светить с обратной стороны. То есть, соответственно, пленка сгибается, потом под действием лазера на другую сторону пленки разгибается. И за счет этого возникает вот такое циклическое повторяющееся движение. Сгибание-разгибание. И, в общем, скорость очень высокая. То есть, в принципе, никто не запрещает сделать такую конструкцию, которая могла бы даже летать. Ну и зачем все это нужно? То есть, пока это все на уровне таких разработок, которые, ну, скорее, такая интересная демонстрация. Вот таких реальных каких-то устройств пока не было сделано. Но, тем не менее, очевидно, что из этих всех полимеров можно сделать так называемые различные микророботы, которые могли бы дистанционно управляться светом. То есть, не надо подводить какие-то провода, какую-то другую энергию. Достаточно посвятить лазером на большое расстояние и заставить вот этот объект как-то перемещаться. Но мне представляется куда более перспективным другое направление, связанное с микрофлюидикой. Микрофлюидикой — это раздел современных технологий, которые связаны с созданием различных миниатюрных устройств, которые разным способом перекачивают, смешивают жидкости. Обычно это какие-то устройства миллиметровых размеров, и с помощью них можно осуществлять какие-то реакции. Можно сделать какие-то капсулы, микрокапсулы определенных размеров, различные частицы. Например, частицы, состоящие капли одинакового размера, в которых внутри находятся капли другой фазы. И это очень перспективно для создания лекарств, для самых разных целей. И вот для таких микроустройств конечно нужны во-первых насосы, а во-вторых затворы. И вот такие полимерные материалы конечно могут работать как микронасосы и микрозатворы. И мне кажется большие перспективы для применения именно в этом направлении. Ну и в общем-то я думаю вы сами можете нафантазировать что интересного можно делать из этих разных полимеров, потому что спектр вот этих разных деформаций но он очень велик. И в заключение я хочу немножко представить общий слайд, который показывает вообще о возможностях применения и областях применения жидких кристаллов и жидкокристаллических полимеров то, что происходит сейчас и то, что будет в будущем. на мой взгляд Прежде всего как я уже сказал это жидкокристаллические мониторы они работают на нематических жидких кристаллов очень быстро переключается ориентация молекул и за счет этого мы видим быстро меняющуюся картинку и вот это все многообразие цветов которые дают нам современные ЖК-мониторы Другое направление создание полимер-дисперигированных жидких кристаллов из них можно делать умные окна есть несколько фирм которые продают такие окна такие стекла которые под действием электрического ну включаешь нажимаешь на кнопку оно из мутного становится прозрачным но это может быть удобно использовать для офисов такие быстродействующие умные окна различные декоративные покрытия можно делать из холестерических жидких кристаллов из холестерических жидкокристаллических полимеров это такие пигменты они интересны тем что их цвет неопределенный скажем так то есть под одним углом наблюдения это например красный цвет а если угол наблюдения уменьшается то он становится зеленым и синим такой получается автомобиль например неопределенного цвета вот очень интересные пигменты они находят свое применение а также на холестериках можно делать термоиндикаторы сейчас это не так актуально потому что различные тепловизоры электронные они вытесняют эти термоиндикаторы но тем не менее в 70-е годы уже начали производить такие пленки которые если наложить на предмет эту пленку то за счет изменения температуры реализуется возможность визуализации температурного распределения вот за счет цвета а что же будет в будущем на мой взгляд будущее жидкокристаллических полимеров и жидких кристаллов ну и в том числе настоящее связано с производством различных фильтров дифракционных решеток то есть это специальные материалы которые преобразуют превращают каким-то образом оптический сигнал эти материалы находят применение и найдут применение в различных оптических устройствах сложных это вряд ли войдет в наш быт в ежедневный быт как это произошло с ЖК-мониторами но тем не менее такие материалы очень востребованы как я уже рассказал различные актуаторы на основе фотокромных ЖК-полимеров это большой класс материалов который тоже может найти применение а также сейчас развивается большое направление связанное с созданием жидкокристаллических сенсоров оказывается небольшие примеси различных молекул могут менять ориентацию молекул жидкого кристалла и эту ориентацию можно оптически визуализовать поляляционный микроскоп и можно таким образом увидеть наличие примесей очень даже малых количеств примесей в воде или в других жидкостях и сейчас такие работы активно ведутся во всем мире ну и для тех кто заинтересовался вообще этой тематикой прежде всего жидкими кристаллами я хотел бы порекомендовать книжку Анатолия Степановича Сонина называется «Кентавры природы. Удивительный мир жидких кристаллов» ну надо вот тут я хотел бы конечно пару слов сказать про эту книгу недавно она вышла очень хорошо в хорошо переработанном виде обновленном ну в общем в очень современном но первый раз эту книгу я прочитал в восемьдесятом году и она была восемьдесятого года издания по-моему и собственно заинтересовали меня жидкие кристаллы после чтения этой книжки которая так и называлась «Кентавры природы» и получилось так что я поступил на химический факультет МГУ и выяснилось что есть лаборатория которая занимается жидкокристаллическими полимерами ну я вспомнил про эту замечательную книгу про то про эти замечательные соединения ну и захотел попробовать уже с первого курса работать в этой лаборатории ну и мне там понравилось и собственно я работаю уже до сих пор то есть с девяносто первого года но история распорядилась таким образом что в девяносто том году когда я делал дипломную работу когда уже заканчивал делать дипломную работу, мой научный руководитель предложила, чтобы рецендентом дипломной работы был Сонин, собственно. И так получилось, такой круг замкнулся. Он меня заинтересовал и был моим первым рецендентом моей научной работы. И он, слава богу, жив-здоров, ему 85 лет, он пишет книги. Очень много книг у него по истории науки, и в том числе по истории жидких кристаллов. Их очень интересно читать. И он очень... Это обычно вышел двухтомник про историю жидких кристаллов. Это очень большой труд. То есть он прочитал вот эти архивные материалы, огромное количество архивных материалов и буквально исследовал то, как изучались жидкие кристаллы, начиная с момента открытия. И вторая публикация, которую я хотел порекомендовать, это наш недавний обзор, посвященный жидкокристаллическим полимерам. Это вот в журнале «Успехи химии». Ну, доступ, наверное, не у всех есть, но вот если кто кто заинтересуется, присылайте мне письма, я вам с удовольствием его вышлю. Вы прочитаете уже на таком более серьезном, не совсем научно-популярном уровне, вы прочитаете о современных достижениях науки о жидкокристаллических полимерах. Ну, спасибо за внимание. Ну и, пожалуйста, вопросы.